Всем привет дорогие друзья, с вами Андрей Хорев и это канал Футбол это жизнь. Мы продолжаем с вами карьеру за Краснодар. Сегодня у нас будет наверное короткое видео, потому что два матча. Но эти два матча для нас важны, потому что это игра с Териком. Сама по себе мы сделали себе комфортное преимущество. Если мы проиграем Терику, мы все равно остаемся на первой строчке. А если мы побеждаем, мы делаем хороший отрыв в 7 очков. Итак, друзья, закончили мы в прошлом выпуске первую половину чемпионата России. Закончили его хорошо. 41 набранное очко, поэтому если так смотреть, то мы должны заработать 82 очка в чемпионате России. Если, ну мы со всеми командами уже сыграли, если так будет продолжаться, то должно так и получиться. Итак, у нас игра с Териком, давайте мы посмотрим там по календарю, когда мы последний раз с ними играли. И с каким счетом закончится. Это был второй, нет, не второй тур, но не помню. 3-0. Мы их обыграли у себя дома. Сегодня у меня выйдет второй состав. Это Дриуси, Вандерсон, Лаборде, Барко, Газинский, Клайсон, Васин с Мартыновичем, Калешин и Петров. Ну и Критюк, естественно, на оборотах. Дальше у нас будет очень важная игра во Франции с Лилем. И, наверное, после этого матча мы закончим видео, чтобы, как сказать вам, следующее видео, уже посвященное как зимнему трансферному окну. Потому что здесь вот весь январь у нас не будет матча. И только где-то вот здесь вот на начале февраля, наверное, будет Лига Европы плей-офф. Но мы не знаем, что пройдем мы или нет. Так что посочнее, чтобы был ролик, мы закончим сразу же после матча с Лилем. Итак, поехали. Фуф. Итак, друзья, также могу вам сказать, что, скорее всего, я быстренько запишу как-то, постараюсь до конца сезона уже эту карьеру. И, наверное, на вот этой ноте мы и закончим с вами карьеру в FIFA 17 на Xbox. Да, у меня Xbox 360. И в чем суть? Я, скорее всего, буду покупать PlayStation 4, чтобы все-таки для вас контент так разнообразить. И в FIFA 19 все вот это все дела. Попробую также для вас записывать Ultimate Team, Weekend League. Все это будет, скорее всего. Также и команду бы хорошую бы собрать. Поэтому действительно это того стоит. Поэтому вот. Ну и чтобы дома не было много рухлити и много места не занимало, я, скорее всего, и продам Xbox. Вот, поехали, друзья. Мы начинаем матч. Тут Генбер под желтой карточкой. Хорошо, Дрюси. Так, Вандерсон. Хорошо. Офсайда нету, Лаборде. И Виктор Клайсон 1-0. Спокойно. 29-ая минута 1-0. Швед просто невероятный сезон. Все показывают. Причем в последних именно матчах. Тот матч со Спартаком, когда он выбил прям как Серхио Рамос. На последней минуте он забил и вывел нас вперед. И также сейчас вот такой хороший удар. И забирает у нас Виктор Клайсон. Переводит он на левый фланг, где Петров. А тот хорошо уходит от защитника. Делает навес. И Дрюси 2-0. Это великолепный, друзья, гол. И бежит Дрюси Сергею Петрову, который дал эту великолепную голевую передачу 2-0. Вот так вот Краснодар быстро забивает. Через 8 минут после начала второго тайма. Хороший навес. И Дрюси чуть не упал, смотрите. Не так встал на стопу. И великолепно, во-первых, ушел от защитника Сергей Петров. И забивает Себастьян Дрюси. И Дрюси. И это 3-0. Дубль аргентинца. В грозненской команде он забивает. 86-ая минута. Спокойно. 3-0. Вот так вот хорошо. Никто его даже не держал. Все были защитники, нацелены именно на мяч. И не уследили за этой великолепной десяткой Краснодара. Гостевая победа над грозненским Тереком. Друзья, именно с таким же счетом мы и побеждали грозненский Терек у себя дома. Так что нам без разницы, где играть. В общей сумме в этом сезоне 6 мячей было забито Тереку. Тереку. Лучшим становится, естественно, Себастьян Дрюси. Клайсон. Да, добрый день. Дрюси вообще 8-3 оценка. Клайсон один гол забил, отдал одну голевую. Дрюси два раза забил. И голевую также отдавал Петров и Рикардо Лаборде. Ну да, у Клайсона гол плюс пас. А у Дрюси просто два гола. Ну что ж, друзья, заканчивается. Это последний, кстати, был матч в чемпионате России в 2016 году. Вилла заявляет клубу, что что? Обуходим Вилла. Я дам указание следить. Потому что за такими игроками, если еще и он просит их отдать, то мы попробуем приобрести. Даже не знаю, вместо кого можем мы кого-то, например, продать. Из полузащиты, например. Ну вот, там Вилла ЦПшник. Ну вот, кого-нибудь здесь. Газинский, не знаю. Кабуре. Но Кабуре нам вряд ли надо отдавать. Вот я бы отдал бы, наверное, Газинского бы все-таки. Выставлю я его на продажу. Он великолепный игрок. Ничего личного, но просто действительно. Виллов, легионер еще. Тем более француз. Француз. И мне кажется, в Лиге Европы бы хорошо бы ему посмотрелось. Обновление такое. Ну вот, если получится у нас договориться, то два трансфера у меня пока что намечается. Это вот Вилла пока что. Ну, только сейчас вот об этом мы узнали. И второй трансфер это Витиньо из ЦСКА, который может обновить наше нападение. 27 миллионов, говорит Хави Грасия. Сейчас у нас, ну так, 9 миллионов. Но еще не будем забывать, что мы можем пройти в Лигу Европы. Итак, в плей-офф. Поэтому нам там еще денежки, естественно, добавят. Ну что ж, друзья. Лига Европы УЕФА. Краснодар, точнее Лиль-Краснодар. Итак, сегодня Краснодару ни в коем случае нельзя проигрывать. Иначе они вылетят из Лиги Европы. Сегодня мы должны просто показать этот класс и хотя бы там сыграть в ничью. Это минимально, что я могу предложить. Обязательно нам нужна победа, чтобы уж точно с первой строчки выходить. Если ничья, то со второй, скорее всего. И будет у меня играть мой первый состав, естественно. Так, минуточку. Это у меня же специальный есть состав. Вот он. Смолов и Велбек. Великолепно. Ну так же, может, я и если продам Газинского, то Перера пойдет во второй состав. А вот ему Вилла тогда в первый. Ну вот. Что ж, друзья, я готов. Игроки тоже. Во Франции, где проходил чемпионат Европы. Так, вот дождь я сразу уберу, потому что я и так, друзья, играю на легенде. Поэтому давайте без дождя хотя бы обойдемся. Итак. Франция стала великолепной теперь футбольной державой. Такой после чемпионата Европы, которому были и реконструированы стадионы. И поэтому теперь это просто замечательная страна в футбольном смысле. И Лига Европы. Мы сыграли с Лилем, если не ошибаюсь, 3-2. Вольштадион во Франции. Естественно, это не лицензионный стадион, но Лига Европы. Краснодар-Лиль. Сегодня все болельщики, независимо от того, за какую они команду болеют в чемпионате России, должны, просто обязаны поддержать Краснодар. Как говорят известные комментаторы и люди, которые разбираются здесь на футболе, в чемпионате России, да, должен быть свой любимчик, за которого вы должны болеть. Но в Лиге Европы или в Лиге чемпионов, в общем, в Еврокубках вы должны поддерживать российскую команду. Здесь действительно, здесь не только честь Краснодара, здесь честь всей России. Нужно побеждать. Только по великому истечению обстоятельств и все. Бензиа забивает. И Мамаев 1-1, друзья. 77-я минута. Есть еще даже время подумать о победе. Но великолепные действия Федора Смолова и Мамаева на фланге. Я уже здесь просто на молчанке, чтобы не сбиться и все-таки порадовать и вас, и болельщиков Краснодара, с тем, что мы действительно можем пройти дальше. Нужно, нужно нам это. Все, друзья. Ничья 1-1, которая должна все-таки нам сыграть на руку. И сейчас мы это узнаем. Ну, действительно, охота была и победу. Но Павел Мамаев действительно лучший игрок. Три удара, три в створ. И Сон Гэмптон 3-1 обыгрывает Аберден. И, скорее всего, именно Сон Гэмптон и выходит с первой строчки. Внимание, друзья. Все, мы в Лиге Европы играем против Бешик Таша. Друзья, спасибо вам большое за эту колоссальную поддержку. Особенно и в Лиге Европы. И, скорее всего, мы сейчас с вами поговорим и о Лиге Европы, и о Лиге Чемпионов. Не успели вы ничего увидеть. Байер и Барселона проходят дальше. Байер с первой строчки. Базель проходит в Лиге Европы. Скорее всего, это и будет нашим, ну, просто соперником из... Как... Просто может быть нашим соперником, действительно. Легия вылетает, хотя вот с Базелем одинаковое количество очков. Но вот эти минус 6 пропущенных мячей. Идем дальше. Группа Б, Севилья и Леон проходят дальше. Бешик Таш из Лиги Чемпионов попадается именно нам. Ну что же, одна победа в Лиге Чемпионов. Две ничьи, три поражения. И Лестер Сити вылетает из Еврокубка. Бавария и Атлетика проходят дальше. ПСВ идет в Лигу Европы. Вот здесь вот борьба была между Атлетикой и ПСВ. Равно количество очков, но мячей меньше пропустил Атлетика на один. Клуб Брюги вообще вылетает. Ювентус и Арсенал проходят дальше. Монако проходит в Лигу Европы. 9 очков. Но здесь смотрите, она действительно группа смерти такая. Ювентус 15 очков из 18 возможных. Арсенал 12 очков. Монако 9. Ни разу они не сыграли в ничью. То есть ни разу не было равной игры. Всегда кто-то да и побеждал. Борусия Мюнхен-Гладбах проигрывает 6 матчей из 6. Пропускает 13 мячей. 9. Минус 9 в общем. Свят. Извини. Тоттенхэм и Наполи проходят дальше. Бенфика идет в Лигу Европы. Также ни одного матча не выиграл Селтик. Идем дальше. ПСЖ Порто проходит дальше. Равная борьба. 10 на 10. Рома идет в Лигу Европы. И Борусия Дортмундса Спортинга проходит дальше. Аякс идет в Лигу Европы. ЦСКА ни одного матча в Лиге Чемпионов так и не смогли добиться. Армейцев ни одной победы. Три ничьи, но даже они не смогли пробиться в Лигу Европы. ЦСКА первый клуб, который вылетает из Еврокубка. Манчестер Сити и Мадридский Реал проходят дальше. Йонг Бойс. Вот это хороший соперник. Нам бы он попался в Лигу Европы. Но нет. Ну что ж, смотрим на плей-офф. Итак, Ювентус Порто. Байер Леон. Севилья Арсенал. ПСЖ Барселона. Вот так вот сразу. Интересный будет матч. Манчестер Сити Спортинг. Борусия Дортмунд. Атлетика. Вот это вот Лига Европы. Прям такая Борусия Дортмундс. Атлетика. Тоттенхэм Реал. Прям как группа в этом сезоне была. И Бавария-Наполи. Интересно, действительно. Ну и идем мы на Лигу Европы. Итак, начнем давайте уже с нашей. Саунд Гэмптон идет, естественно, с первой строчки. Краснодар идет со второй. Три матча мы выиграли. Один в ничью и два проиграно. Единственный наш матч с Лилем был в ничейный результат. Забили мы 12 мячей. Это больше всех в группе. И пропустили 8. Ну, это как бы второй показатель. Меньше всех пропустил Саунд Гэмптон. А больше всех Аберден. 13 мячей. Но зато у нас разница мячей плюс 4. 10 очков в активе. Мы идем дальше. Вместе с Саунд Гэмптоном. Дальше вылетают и Лиль, и Аберден. Спартак с первой строчки. Ни разу не проиграла московская команда. И проходит дальше вместе с Уэстхэмом. Сосуоло и Брондби проходят дальше. Сосуоло 16 очков. Из 18 ни разу не проиграла итальянская команда. Паук и Алмело вылетают. Итак, поехали теперь уже с первой группы. Шальки и Паннафианайкос проходят дальше. Андерлех, Бельгиси Клуб. Один мяч, уступая Паннафианайкосу, вылетают. Фенербахче и Стандарт Лиги выходят дальше. Ростову не хватило одного очка до заветной путевки в Лигу Европы. Но пока что 2-2. Две команды вылетели из Еврокубков. И две команды проходят дальше. Дандалк ни одного матча так и не выиграл. Но Фенербахче 14 очков. Неплохо. Брага и Майнс проходят дальше. А Устри и Турецкий Каньяспор вылетают. Вильяреал, Герта проходят дальше. Денис Черышев, Удачи. Каагент и Корк Сити вылетели. Также давайте мы посмотрим, что у Герты и у Каагента одинаковое количество очков. Но пропустил Каагент на 2 мяча больше, чем Герта. Зенит и Ницца проходят дальше. Зенит 12 мячей забил, 6 пропустил, 6 плюс мячей. Поэтому из первой строчки. Ницца, 4 мяча, разница. Гетерборг и Рапид вылетают. Сантитен, Фиорентино проходят дальше. Заглебе, Любин и Грасс Хоппер вылетают из турнира. Кстати, Сантитен ни одного матча не проиграл. Манчестер Юнайте действительно выходит, ни разу они не проиграли. 14 очков. Сельта, 7 очков. Араока и Страмзгин Гоцет вылетают. Шахтер и Фейнорд выходят дальше. Если она сейчас смотрит из Украины, большой вам привет. Ни разу не сыграли в ничью. Один раз проиграли 16 забитых мячей. 15 очков. Медипол Башак Шахир ни разу не победил. Все 6 матчей проиграл. Розенберг 7 очков. Олимпиакас. Греческий клуб. И Азе проходит дальше. Рио Аве на один мяч уступая Азе. Вылетают. Сонте Йорк. Сандер Йиркск. Вылетают из турнира. Ну все, друзья. Теперь уже мы знаем действительно, что нам попался Бешикташ. Но давайте все-таки посмотрим на матчи других команд. Смотрим. Майнс Сантитьен. Аякс Спартак. Азе Брага. Бронт Би Манчестер Юнайтед. Лёхи проходит для Красных Дьяволов. Йонгбой Шальки. Сельта Зенит. Базель Вильяреал. Краснодар Бешикташ. Фейнор Трома. Фиорентина Саундгемптон. Ну здесь действительно может быть, я не знаю, кому повезло больше или нам. С Бешикташем или Саундгемптон с Фиорентиной. Непонятно. Герта Монако. Ницца Олимпиакас. Пана Фианайка. Бен Фика. ПСВ Шахтер. Вот так вот двум бывшим союзникам, как бы, Украине и России попались соперники два голландских клуба. Аяк Спартаку и ПСВ Шахтеру. Стандарт Лиги. Сосуоло и Вестхэм Фенербахче. Ну здесь уже пошли на повторение. Ну что ж, друзья. Первый матч будет сыгран 16 февраля. Поэтому ставим лайк. И смотрим. Это понятно. И призовой фонд турнира. Два миллиона. Два миллиона нам добавили. Друзья. Это что такое? Да, я, конечно, понимаю, что это не Лига Чемпионов, где там, ну и еще и вторая строчка, не будем забывать. В Лиге Чемпионов дают там за первую строчку вроде 15 миллионов. Но, друзья, мы не в Лиге Чемпионов. Ну что ж, друзья. Ставьте лайк под этим видео. И за наш все-таки проход в Лигу Европы дальше. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания.